Всем привет и так что же новенького на доме 2 и за периметром. Алена Савкина до сих пор не может вылечиться. Девушка ходит по врачам, говорят, что у неё отит, а не то, что мы подумали. Ксения Бородина уже два дня, как вышла на работу. Так что через неделю будем видеть любимую Бородулю каждый день. Она честно отсидела две недели карантина. Ксению достали вопросами, делала ли она тест. Бородина пишет, конечно. Особенно хочется приклеить его на лоб тем, кто громче всех про Куршавель орал. Лучше бы за собой последили. Я сделала два теста, кровь и мазок. Ну и как мы уже поняли, результаты анализов были отрицательными. Саша Черно жалуется на сейшельскую жизнь. Ей там очень плохо. Жара, духота также у девушки стало падать зрение. Один глаз видит гораздо хуже другого. Хочется в Москву и в декрет, говорит Саша. В сети пишут, что возможно у Черно повышен сахар. При диабете повышение сахара ведет к снижению зрения. Она жрет бисквит и круассаны. Еще в Москве врач говорил, что девушка в группе риска по диабету. Купины закончили ремонт жилья, которое им выдали на острове любви. Ребята вымыли помещение, привели его в порядок. И главное, за время ремонта они ни разу не поругались. В сети обсуждают вчерашний эфир «Спаси свою любовь». Действительно, он получился очень смешным. Ольга Рапунцель уверяет, что Степан флиртун. Оля типа сама видела, пока рядом нет гели, Степа лапает других девушек. А если бы не было камер, он бы занялся с Яной Сахаровой и волшебными делами. Поборница морали Оля Рапунцель возмущена. Она не понимает, как семейный человек может вести такой разгульный образ жизни. Ее Дима не такой. А Степан в ответ подарил элитным дачникам Оле и Диме балалайку. Зачем Димке две балалайки, пишут в комментариях. Соберет оркестр и будет дирижировать. Так Олю Рапунцель еще не унижали на Доме 2. Сразу видно, Степан опытный игрок. Также зрители потешаются над хозяюшкой Ольгой Рапунцель. Вот Оля принимает у себя во дворце Сашу Черно. Угощение царское, меню разнообразное. На блюде ананас половинками и в нарезке, апельсин тоже половинками и в нарезке и гвоздь программы лапша доширак. На него Саша и налегала с привычным для нее рвением. А еще вот Роман Капаклы у себя в инстаграм показал, в каких условиях живут участники ССЛ на Сейшелах. Вилла и яхта остались в прошлом, теперь ребята дачники. Минимум удобств, зато свежий воздух и веселая компания. ССЛовцы, как муравьи, каждый занят своим делом. Аганесян красит волосы, Купины вот делают ремонт в домике. Дима ходит с сумкой туда-сюда, как неприкаянный. Другие смотрят свиней. Колхоз собрался, смеется Роман. А вам интересно сейшельская жизнь и любимых героев Дома-2? Или вы смотрите в перемотке, или вообще не смотрите? Пишите в комментариях. А Степан Менщиков, кстати, хочет забрать на проект своего сына Ивана. Бывшая жена не против, а вот еле не рада этой новости. Также поговаривают, что Шамаева хочет прийти к Ромашову. Причем с детьми. Не знаешь, чему верить. Поговаривают, что Анна Левченко беременна. Валера считает, что время неподходящее. И у него нестабильное финансовое положение, и экономическая ситуация в мире тоже неприглядна. Ребята пока думают, что же делать. Юлия Ефременкова пишет о том, что детей в ближайшее время не планирует. Ее очень раздражает бестактность некоторых комментаторов. Ваше мнение, пишет она, в этом личном вопросе никто не спрашивает. Некоторым мамочкам сложно смириться с мыслью, что существует иная жизнь. Свободная, успешная, счастливая и без детей. Да, представляете, и такое бывает. А здесь фанаты Дома-2 сопоставили пару моментов из жизни Ольги Бузовой. И в ситуации с Аленой и Савкиной тоже ничего не меняется, только лица мужчин. Очень классная подборка. На проект пришел Андрей Григорьев-Аполлонов, но не тот, который рыжий из Иванушек, а другой юный, 37-летний. Этот Андрей прожил с сестрой известного певца два года. Очень любил Юлию и взял поэтому ее фамилию. Зрители пишут про него. Ужасный, алчный, пришел за пиаром. Еще один врун. Весь мусор тащат на проект. Пишут о том, что мама Рапунцель влюбилась в одного из участников Дома-2. Имя участника пока не называется. Татьяне, достаточно просто быть с ним рядом, наблюдать, как он строит отношения с другими. Остановите землю, я сойду, пишут в комментах. Ослика, что ли, полюбила? А как же любовь любовная, оставленная в порту? Новый конфликт в семействе Рудакова и Галимовой. Новая потасовочка. Никита Рудаков прочитал переписку Алины, потом от души пооскорблял и оттаскал за волосы. Алина, кстати, болеет, у нее температура 38. Она уверяет, что сообщения, о которых шла речь, были адресованы ее подружке. На этом все. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Субтитры подогнал «Симон»